Сегодня настало время узнать об очередном паразите человеческого тела – чесоточном кличе и заболеваний, которые он вызывает – чесотки. Здравствуйте, мои хорошие! Чесотка – очень заразное заболевание кожи, вызываемое микроскопическим паразитом – чесоточным клещом, который живет на коже и внутри кожи человека. Человечеству чесоточный клещ известен уже около четырех тысяч лет. Эта болезнь была знакома всем просвещенным народам в древности и даже описана в Ветхом Завете. Однако причину чесотки удалось установить только после изобретения оптического микроскопа. Сделали это в 1687 году итальянский врач Джован Козимо Боному и аптекарь Джачин Точистони. Для заболеваемости чесоткой характерна сезонность. В России, как правило, это осенние и зимние месяцы года, что объясняется как особенностью самих клещей, плодовитость которых достигает максимум в сентябре-декабре, так и тем, что прохладные условия способствуют лучшей выживаемости этих паразитов во внешней среде. Немаловажным фактором также является холод, который способствует скученности людей и снижению защитных функций человеческого организма. Клещ как вид относится к кровососущим паразитам, обитающим на поверхности кожи хозяина. Его легко можно рассмотреть под микроскопом. Строение и ротовой аппарат клещей грызущего типа предназначен для паразитирования в толще кожи. Тельцы кремового цвета. На спине присутствуют выросты в виде щетинок и шипов. Двигательный аппарат представлен четырьмя парами ног. Для передвижения по поверхности кожи на передних лапках женских особей имеются присоски. У самцов они также имеются, но на четвертой паре лапок и предназначены для фиксации на самке во время спаривания. Самцы в основном не передвигаются. Их главная функция – оплодотворение, выполнив которую они сразу погибают. Длина самки чесоточного клеща составляет около полумиллиметра. Самцов 0,2 миллиметра. В дневное время клещи замирают и спят. Ночью же они выходят на поверхность кожи для спаривания и перемещения на другие участки тела. После оплодотворения самка клеща начинает прогрызать хады в коже, длина которой за сутки достигает 2-3 миллиметров. Ежедневно откладывает в них по 2-3 яйца. Всего за жизнь самка откладывает около 50 яиц, из которых через 3-4 дня вылупляются личинки. В течение 10-15 дней вылупившиеся из яиц личинки проходят серию линик и превращаются в половозрелых клещей, которые снова выходят на поверхность, спариваются и расселяются по телу. Любимыми местами размножения чесоточных клещей являются ладони, стопы, запястья, локти и половые органы у мужчин. Продолжительность жизни возбудителей чесотки составляет от 2 недель до 2 месяцев, после чего клещ погибает. Существует несколько путей передачи чесотки – прямой и через предметы. Чтобы заразиться здоровому человеку обычно необходимо иметь тесный контакт кожи к коже с больным человеком. Клещи способны выживать без человека не более 24-36 часов. Поэтому все же вероятно и заражение через дверные ручки, перила лестниц, телефонные трубки. Как правило это происходит в местах отдыха, временного проживания, на работе, в учебных заведениях. А также возможен прямой путь заражения чесоткой через половой контакт с больным человеком. В данном случае чаще происходит заражение мужчины от инфицированной женщины. Чесоточный клещ кратковременно может находиться на животных, поэтому заражение чесоткой от животных не исключено, хотя встречается крайне редко. Активность в ночное время обуславливает высокий риск распространения болезни внутри семьи, когда используется одна постель. Распространению чесотки также способствует низкий уровень гигиены, употребление алкоголя и наркотиков, неразборчивые половые связи, низкий иммунитет. Процесс заражения происходит в результате переноса женских особей клеща и личинок от зараженного к здоровому человеку. Поэтому время от заражения до появления признаков заболевания может составлять от нескольких часов до двух недель. Различают семь форм чесотки. Типичная, наиболее распространенная. Без ходов. Развивается у людей, заразившихся личинками, для развития которых необходимо время. Инкогнито. Похожа на типичную чесотку, однако развивается у людей, которые часто моются и удаляют с тела большую часть чесоточных клещей. Норвежская. Развивается у больных со слабленным иммунитетом. При спиде, туберкулезе. Протекает очень тяжело, поражает все тело, включая голову и является очень заразной. Чесоточная лимфоплазия. Чесотка, при которой развивается аллергическая реакция кожи на антигены клеща, сопровождающиеся увеличением лимфоидной ткани и образованием плоских зудящих узелков. Осложненная. Является следствием присоединения инфекции в типичной форме. И псевдо-чесотка, которая развивается у людей, заразившихся животными клещами. Каждая из этих форм имеет свои характерные кожные симптомы, но есть и общие признаки чесотки. Большинство симптомов чесотки обусловлены ответом иммунной системы на самих клещей, их слюну, яйца или фекалии. Первые и самые яркие из признаков заболевания – зуд, обычно усиливающийся вечером и ночью, когда у клеща наступает период наибольшей активности. Основная зона паразитирования клеща – это кисти, которые еще называют зеркалом чесотки. На складках между пальцами и кожей, по бокам пальцев, появляется пятнисто-популезная красная сыпь. При типичной форме чесотки, помимо кистей, высыпания могут находиться на животе, в околопопочной зоне, на передней внутренней поверхности бедер, на ягодицах, молочных железах, боковых поверхностях стоп, у мужчин чесотка может локализовываться на коже мошонки и полового члена. Чесоточные ходы выглядят как белесая или сероватая прямая или изогнутая линия от 5 до 7 мм, слегка возвышающиеся над кожей. Нередко конец хода заканчивается прозрачным пузырьком, сквозь который видно белую точку – тело клеща. После того, как самки начинают активно откладывать яйца, клинические проявления чесотки нарастают. Появляются расчесы, покрытые кровянистыми корками, узелки и пузырьки. Опытный врач может установить наличие чесотки у человека при обычном осмотре. Часто используют йод, синьку или зелёнку для выявления ходов чесоточного клеща, которые при нанесении растворов окрашиваются интенсивнее остальных участков тела. Но всё же лучший вариант постановки диагноза – это микроскопическое исследование. Для его проведения скальпелем или ножницами для хирургических операций срезают место поверхностного слоя с извилистым ходом, либо пузырём и заливают её 20% раствором щёлочи, оставляя на 5 минут, а после проводят исследование под микроскопом. Этот способ позволяет установить не только наличие чесоточных клещей, но и обнаружить и их яйца, личинки, оболочки и фекалии. В случаях, когда азутотипичная сыпь одновременно развивается у нескольких людей, проживающих в одном доме или находящихся часто в одном коллективе, диагноз становится очевидным по осмотру одного из них. Самостоятельно чесотка никогда не проходит, без лечения она может протекать многие месяцы и годы. Курс лечения должны пройти все выявленные больные. Во время лечения категорически запрещается мыться и менять постельное бельё. Смена постельного и нательного белья производится до начала лечения и после его окончания. Одежду и постельное бельё, которое использовал больной, кипятят и проглаживают утюгом. Средства от чесотки наносят на всю поверхность тела, кроме шеи и головы. Дети не должны посещать школу или детский сад, пока они пройдут первый день лечения. Матери, кормящие грудью, должны смывать лосьон или крем с сосков перед каждым кормлением младенца, а после кормления повторно наносить его. Одежда, полотенце и постельное бельё, которые соприкасались с заболевшим, должны быть постираны при температуре не ниже 50 градусов Цельсия, сразу после первого курса лечения. Такая температура убивает чесоточных клещей. Чтобы избавиться от этого недуга, достаточно уничтожить клеща и его яйца, что легко достигается использованием современных лекарственных средств, которые применяют местно в виде мазей, растворов и суспензий. Традиционно для лечения чесотки используют такие препараты, как серная мазь, бензилбензоат, медифокс. До начала терапии следует принять горячий душ, либо в ванну, используя мочалку и мыло для механического удаления с поверхности кожи клещей и разрыхления её рогового слоя, что облегчит проникновение лекарственных средств. Серную мазь наносит на ночь на всё тело в течение 5-7 дней. На 6-8 день принимают душ и меняют нательное и постельное бельё. Недостатками данной мази являются неприятный запах, способность пачкать бельё и относительно частые аллергические реакции. 20% эмульсия бензилбензоата для взрослых и 10% для маленьких детей в первый день лечения втирается ватным тампоном во все очаги поражения дважды по 10 минут с 10-минутным перерывом. После этого больной надевает обеззараженную одежду и меняет постельное бельё. На второй день втирание повторяют. Через 3 дня после этого мытьё под душем и снова смена белья. Следующий препарат – Спригаль. Лечение начинают вечером в 6-7 часов, чтобы препарат действовал в течение ночи. Следует обработать больного и в качестве профилактики всех членов семьи и совместно проживающих людей. Препарат распыляется по всему телу, кроме лица и головы. Особое внимание уделяется сгибам и складкам кожи. Через 12 часов следует принять душ с мылом. В случае эффективности проведенного лечения зуд и другие симптомы могут наблюдаться еще 8-10 дней. Если по истечении этого срока симптомы сохраняются, нужно нанести препарат повторно. У людей с ненарушенным иммунитетом заболевание имеет благоприятный прогноз. Правильно назначенное и вовремя начатое лечение полностью избавляет пациентов от симптомов чесотки и возможных последствий болезни. Способом профилактики чесотки является соблюдение гигиенических правил, таких как регулярное мытье рук, поддержание чистоты в помещениях, стирка белья в горячей воде и глажка. Не болейте, ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!